Мальчишка у нас из деревни. Мальчишек у нас из деревни отправляли на этот завод. Они там сначала помогали, какие-то детали, потом их ставили к станку. Они даже рассказывали, некоторые не доставали этого верстака, где стояло оборудование, так подставляли ящики, чтобы им управлять этим станком. О войне у Анны Никитишны осталось множество воспоминаний. Голод, тяжелый труд, болезни и страдания близких людей, любовь и забота матери. Не приведи Господь никому. То, что пережили мы, не видели мы детства, не видели юности. Ну вот теперь живем, доживаем 100 век. Как и для всех жителей Советского Союза, самой радостной новостью для Анны Никитишны стало объявление об окончании войны. Я училась в 7 классе и слышим, не закончился урок и звонок, звонок, такой громкий звонок. И несколько человек, тогда же ни электрических, никаких звонков не было, а колокольчики. Бегут несколько человек по коридору, война закончилась, война закончилась. И все высыпали на улицу, все детвора высыпали на улицу, война закончилась. Папа придет с фронта, кто плачет, а наш ОМОН не придет. Много же было. После войны Анна Попова окончила фельдшерско-акушерскую школу, вышла замуж за фронтовика. В 62-м году вместе с мужем переехала на Кубань, в поселок Афибский. 25 лет проработала в больнице. Даже сейчас соседи часто приходят и просят сделать им уколы. Анна Никитишна никогда не отказывает в помощи. Несмотря на возраст, она полна юмора и жизнелюбия. И память уж совсем не та, и плохо ходят ноги, и донимает глухота, ведь люди мы не боги. Ах, как не хочется стареть и чувствовать усталость. Вставая по утрам кряхтить, пожить бы еще малость. Трагедия Великой Отечественной войны не только закалила Анну Никитишну, но также научила ее ценить то, что у нее есть. По-настоящему любить людей и дарить им теплоту своей души. Редактор субтитров А.Семкин